Стоять! Стоять! Как он дышит! Как он дышит, так и пише Это место ограничь угодит! Опа! Опа! Как природа захотела! А почему? Не наше дело для чего? Не на судить! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Были медали того бы Было бы на слабых сбытки И из собственной судьи Я вытёркивал по нитке Пусть героев снаряжал Наводил на прошлом страдки И поручит там подставки Сам себя воображал Каждый пишет, как он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пише Не стараясь угодить! АПЛОДИСМЕНТЫ Как природа захотела! Но почему? Не наше дело для чего? Не на судить! АПЛОДИСМЕНТЫ Для чего не нам судить! АПЛОДИСМЕНТЫ Для чего не нас лить, для чего не нас лить. КОНЕЦ 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 На сцену для открытия торжественной церемонии приглашается Председатель номинационного совета премии «Народный артист России» Николай Витальевич Буров. И председатель форума «Народный артист России» Владимир Государственной премии Российской Федерации Сергей Иванович Пашин. «Народный артист России» 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 Мы сейчас все это компенсируем. Здесь не случайно, на этом экране, прежде всего, был наш великий друг, наш великий старший товарищ, наш отец-основатель той премии, которую мы сегодня празднуем, Кирилл Юрьевич Лавров. Так случилось, мы только что, только что совсем отпраздновали его 90-летие. Странно, его не было между нами. Странно, он был между нами. Подплыл пароход, как всегда, кто-то взял цветы, вылез с качающейся палубы, взошел на эту петроградскую сторону, дошел до дома, вошел, дошел до той доски, где есть его имя, положил цветы и сказал, дорогой Кирилл Юрьевич, мы вам кланяемся. Прошло вроде и лет немного, а он здесь, он с нами, в 21 раз. Я бы хотел соблюдать официальные приличия этой церемонии, поэтому, наверное, я сейчас, держа в руках микрофон, позову, наверное, сюда главного человека, который должен открыть сегодня нашу церемонию, я объявлю это имя, это вполне в духе наших церемоний, в 21 раз. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко. Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серовимович Магаров. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно быть сегодня вновь с вами, можно сказать, в эпицентре театральной жизни нашего города. Вы знаете, нам с Вячеславом Серовимовичем так понравилось, бывает у вас на золотом саду, что когда сегодня прозвучали первоаккорды его пролога, мы друг друга там за кулисами держали за руку, чтобы раньше времени не выпить и сплясать, и что-нибудь еще не выпить. Вообще, действительно, 21 раз «Золотой софит» радует нас действительно очень таким большим и серьезным созвездием замечательных актеров, режиссеров, деятелей театра. За это время он приобрел огромную популярность, и те люди, которые становились лауреатами, это и престижные для нашего города премии, их имена, естественно, далеко за пределами не только Санкт-Петербурга, но и России, и это не может, естественно, не радовать. И вот, насколько я могу сейчас судить, и нынешний театральный сезон, он был весьма-весьма богатый и разнообразен, было много интересных, ярких премьер. Что не менее важно, об этом уже сегодня и говорилось, я просто хочу напомнить, мы с вами вместе отметили 90-летие со дня рождения великого актера Сергея Ивановича Лаврова, мы с вами... Ивила. Извините, я уже немножко заработался, мы с вами отметили вместе со всей наэротеатральной мировой общественностью 100-летие Тостаногова. Мы совсем недавно отмечали в 80-летие юбилея Владимира Лето-Рецептора, 90-лет, руководитель театра БУФ Исака Романовича Штаглада, да? Штаглада, да. Значит, 60-летие Григория Козлова, совсем недавно поздравили с 85-летием Ивана Ивановича Краскова, я бы звоню. И вы знаете, я вспоминаю эти фамилии, эти замечательные юбилеи не потому, что хочу вам напомнить, что наш театр, он самый древний в нашей стране, а я хочу сказать об этом по одной простой причине, что наш театр обладает уникальной, мне кажется, очень уникальной традицией, из которой постоянно вырастает талант. И 100 лет, и 50, и 60 лет назад, и сегодня они появляются практически каждый год. И, наверное, в этом заслуга нашего театра. И вот сегодняшний праздник, сегодняшний вот этот фестиваль, это, наверное, в первую очередь не только возможность отметить лучших, но самое главное сказать каждому из здесь присутствующих, каждому из ваших коллег по театральному СЭП огромное спасибо за то, что вы делаете для нашего города, для жителей нашего города. Вы дарите нам свое творчество, заставляете нас на многие вещи, может быть, посмотреть иногда по-другому, задуматься о каких-то вещах, не связанных с работой. Это очень важно. И мне очень приятно, что я имею такую возможность вместе со своим коллегой Вячеславом Серафимовичем и сегодня прийти и поздравить вас. Я хочу от всей души еще раз поблагодарить вас за ваш труд, за ваше творчество, за ваше неравнодушное отношение к жителям нашего великого города, за то, что вы делаете каждый день, и, может быть, вы считаете это рутиной, но на самом деле это очень важно. Это очень важно для петербуржцев, да и не только петербуржцев, это важно для нашей страны. Я хочу пожелать вам в этой работе замечательной, действительно новых достижений. И самое главное, понимание того, что вы нужны нам, вы нам интересны, и нам хочется, чтобы вы говорили как можно больше. Для этого мы, естественно, будем стараться создавать вам условия, может быть, не всегда то, что бы вам хотелось сразу, но постепенно и это все сделаем. От всей души вас поздравляю с этим замечательным событием и желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и, естественно, вот той любви, которую испытывают вам жители города, чтобы она с каждым годом была больше и больше. Спасибо вам. Дорогие друзья, нам с Георгием Сергеевичем выходцам из системы государственного управления всегда сложно говорить. В залах, где такая концентрация скорометного юмора, таланта, мастерства и высочайших творческих достижений. Я, продолжая тему нашего губернатора Георгия Сергеевича Болтавченко, хочу сказать, вот вручение высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в этом году действительно под знаком величайших людей современности 20 века. Это Кирилл Георгиевича Лодрова и Георгия Александровича в основном. Все мы не забываем вот эту фразу Георгия Александровича о том, что есть спектакли «Ответы», а есть спектакли «Вопросы». Я за вопросом. И вот в этих словах, в этой дивизии громаднейший смысл. Да, в этих постановках, в этих сценах высвечивается не только талант великий, но и какие-то недостатки, пороги, достижения. И не просто достижения, высочайшие достижения. Может быть, как говорил Маяковский, не просто отражение действительности, а через увеличительно увеличивающее стекло. Но то, что делаете вы, это действительно колоссально дает энергетический заряд нашему городу Санкт-Петербургу. Колоссальный энергетический заряд. И вы формируете генетический город. Я говорил в прошлом году, а сейчас хочу сказать еще раз об этом. Именно вы вместе с нами отвечаете за колоссальную воспитательную роль молодого поколения 21 века. Колоссальную воспитательную роль. Мы с вами вместе формируем лучшие качества человека. Мы с вами лучшие черты личности формируем. И в конце концов мы формируем личность с большой буквы и настоящие граждане нашей России. И вот это дань, это статуэтки, это дань не просто мастерству, таланту. Это дань еще и вашей гражданской позиции. Поэтому спасибо за ваш труд. Мы действительно искренне от души, хотим сказать, мы вам с Георгием Сергеевичем каждый год это говорим. Я от души вам от сердца скажу. Мы вас просто по-человечески очень любим, уважаем. И, конечно, мы не такие талантливые люди, но мы с признательностью, это у вас Божий дар, вас приветствуем. И вам всего самого доброго. Спасибо за помощь и поддержку, которую мы с губернатором каждый прожитый днем ощущаем. Спасибо вам. Дорогие друзья, вот та осанта, которая сейчас прозвучала из-за Вячеслава Серафимовича, она очень дорогого стоит, вы понимаете, почему? Он каждый день этой работой занимается, и он видит настоящее искусство. И у него хоть что-то получается, но у вас лучше дорога. Дмитрий Сергеевич, Ислав Макарович, огромное вам спасибо. Мы сегодня одинаково небрежно. Спасибо вам за ту поддержку, которую вы оказываете нашему актеровскому братству. Действительно, вы откликаетесь на наши нужды очень быстро, своевременно и с большим человеческим пониманием. Мы этого не забудем. Огромное вам спасибо. А сейчас приступим к торжественному моменту. Дорогие друзья, за поддержку театрального искусства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вручается приз Анастасии Мельниковой, заслуженной артистке России, заместитель председателя Постоянной комиссии, по образованию культуры и науки и законодательного собрания в Санкт-Петербурге. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы помните, почему я говорю, Мечтар Савельевич, вам, как всегда, повезло. Я считаю, что таких депутатов иметь в составе заказа собрали, это просто подарок судьбы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, как мне нравится! Я вам передать не могу. Вы знаете, наверное, всегда очень ждешь, если ты стараешься что-то сделать, что тебя за это похвалят. У меня с детства так было, особенно когда вот это касается служения твоему любимому делу, потому что я правда без театра жить вообще не могу. Я вам могу сказать, это сейчас не мне, честное слово. Единственное, что я в этой жизни правильно сделала, я родилась у очень правильных людей. Они самое главное сделали. Мамочка с папочкой выбрали друг друга. И у нас с братьями, кроме них, они окружили нас удивительными людьми. Могли спросить совета. Честное слово, вот этот приз не мне. Я ни одного своего решения сама не смогла принять. Я советовала с мудрыми, удивительными, чудными друзьями, которых моя мамочка с папочкой с детства меня окружили. Это так очень легко, какие-то хорошие дела делать, когда вокруг тебя такие люди. Спасибо всем огромное. Лариса Романовна, пожалуйста, только не бросайте меня дальше, ладно? Потому что я совсем потеряюсь. Я без вас вообще никуда, честное слово. Я обещаю. Я никаких глупостей не натворю. Я буду советоваться. Честное слово. Спасибо всем огромное. Ну вы не представляете, какая. Премия присуждена Сергею Григорьевичу Шкубу. Заслуженному деятелю искусств России, генеральному директору театра фестиваля «Балтийский дом» в связи с 25-летием международного театрального фестиваля «Балтийский дом». Дорогие мои, спасибо большое за эти добрые слова. Спасибо за эту высокую оценку фестиваля. «Балтийский дом» действительно стал первым театральным фестивалем «Новой России». И после нас появились и «Радуга», и «Орлики», и многие другие питерские и московские театральные фестивали. И меня это бесконечно радует. Потому что каждый фестиваль – это огромный выброс театральной энергии. Это мирная энергия. И чем больше будет фестивалей, кем, я думаю, нам всем будет интереснее и содержательнее жить. Я хочу сказать огромное спасибо руководству города, которое нас всегда поддерживало. И московских наших друзей, здесь находимся с Виктором Павловичем Уловым, Асанатовичем Волковым. Я хочу их поприветствовать. Их заботами мы, как и наши городские власти, мы тоже живем и работаем. Но главное, конечно, мои слова благодарности команде Балтийского дома, которая вот уже 25 лет работает, работает самоотверженно, работает радостно. Потому что мы любим то дело, которому служим. И хочу сказать отдельное спасибо Марине Беляеву, нашему арт-двенту фестиваля. Марина, возьми вот эту раму. И мы тебе тоже благодарим, тебя и аплодируем. Спасибо. И все-таки надо пользоваться сценарием. По сценарию. Буров и Паршин благодарят Болтавченко и Макарова и вместе покидают сцену, передавая слово ведущим. Дедушка, Зурэточка, нет. Женюшка, нет. Кровестишка, бог знает, что. Дедушка, сбегай за чеком мне, пожалуйста. Стой, стой, у меня вообще нет никакого андроа. Ребята, а где стопует? Деплоэтки, да. Размытый оплата. Ну, мальчик, мальчик, где ты? Мальчик хорошенький, понравился мне. Как зовут мальчик? Вот здесь, деплоэтки, наконец-то. Егор, хорошо. Иди сюда. Ой, смотри, ну понятно, да? А вот это, смотри, сюда вот. Все как сюда. А мы, как бы, ничего не знаем. Да-да-да, смотри, все по-прежнему. Ничего нового, да. Все по-прежнему. Удачи. Ничего не меняется. Посмотри сюда, сюда посмотрю. Почему нас не объявляют? На сцену приглашаются ведущие церемонии представители Народного экспертного совета Сергей Бескомпромиссных, Александр Однако и Ирина Протеже. Аплодисменты. Аплодисменты. Он мне сегодня вызовет у кого-то оторопь и раздражение. Потому что мы предупреждаем. Будут скрыты не только конверты. Будут скрыты все нарывы на телах наших санкт-предельных театров. Время молчания прошло. Пределу нашему пришел терпен. Терпение нашему пришло пределу. Кругом кумовство, групповщина, прожектерство. Рука руку моет. Нога-ногу топчет. Кто, кому вас возьмешь, можно я начну? Да, начинай Сергей. Нам очень лестно, что... Сегодня мы будем говорить о петербургских театрах. Не о театрах Увинкоя, Помары, Ужгоров. Не о театрах Сыктывкара. Не о театрах Уфы, Ростова-на-Дону. И, конечно, Москвы можно я начну? Конечно. Конечно, Сергей. Нам очень лестно. А между будут все. Обиженных будет много. Будут обижены сегодня, всегда. Обижены будут на нас и на весь мир. Как обидеться, так и разобидеться. Можно я начну? Конечно. Нам очень лестно. Спасибо. Что на эту церемонию пригласили именно наше трио единомышленных. Нашу команду неравнодушны. Нам есть что сказать. Конечно. Мы тоже немножко поиграем. Подсвечиваем, подтанцовываем. Попиваем. И даже пописываем. У нас есть ответы. Да, но нет вопросов. Мы прекрасно знаем, кто, кого, когда и как положили в эти конверты. Мы прекрасно все это знаем. Но мы сдерживаемся во имя театра. Чего? Театр. Ну да. Мы сдерживаемся. Мы сдерживаемся. Мы сдерживаемся. Еле сдерживаемся. Но нас распирает. Мы вполне отдаем себе отчет, что после того, что мы сегодня скажем, мы больше никогда не будем вести эту церемонию. А также никогда не будем участниками этой церемонии, ни как организаторами, ни как зрители, тем более как номинанты. Мы также допускаем, что двери государственных учреждений культуры перед нами будут закрыты. Из некоторых театров вынесут наши портреты рамками вперед. Вынесут, так вынесут. Все равно дали к жару этому софиту. Мы, Сергей Беском Промисленный, Ирина Протеже и Александр. Однако. Можно было и выучить. На ваших глазах сегодня вскроем. Разделаем и расчленим Санкт-Петербургское театральное искусство. Журналисты, заточите свои перья, потому что сейчас будет желтенькое, горяченькое. Будет много провокаций. И именно сейчас на ваших глазах будет первая провокация. Ирина Протеже, посла. Иду, 21-ю церемонию. Выщите акральной премии Санкт-Петербурга золотой сабель. Вы уже 45 минут как смотрите. Продолжаем.